всем привет на связи латвии привет привет ребят характеристики смотри они на обум выбирай ну блин характеристики каждого игрока это же муторно смотрите уча и мы тут тогда вообще на целый день засядем допустим левый защитник сильные показатели у него навесы так себе конечно 14 работоспособность у него хорошая 16 настроение плохое доволен отсутствием тренера по контролю за мячом вот это недовольство интересная ловкость 15 автоматические до фланговые защитники у нас тут смит тот же самый командная игра 16 выносливость 16 понятно привет привет ребят привет вот смотрите блин дети все ребята которые мне советовали там в комментариях на ютюбе давайте помогайте мне вместе будем формировать команду и моя чтобы я потом опять в лужу не сел не менее шести игроков не достигших 21 летнего возраста с длительностью тренировок в англии в течение трех лет максимум 5 арендованных игроков составе у нас два всего лишь у нас всего лишь два подготовка к матчу атака стоит давайте тактику поизучаем понимание кстати у них хорошие как я вижу стиль паса свободно но к инструкции прямой линии спаса смешано стоит тут все по умолчанию стоит как бы что за клуб хадерсфилд купи роналдом так ну что запас значит вратарь естественно защитник нужен центральный этот вот допустим мартин крэйни нужен также крайний защитник джапонг пусть будет он мощно вот хуга бы да у него долго травма 79 месяцев крестообразной связкой как мне везет на такие травмы как мне везет на такие травмы в этом и твоя ошибка что ты на характеристики игроков не смотришь так ё-моё но допустим вот что вы скажете мне об этом защитнике ну вот вот его характеристики на что здесь смотреть просто тут столько 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 всего столько информации столько цифр не совсем понятно как бы на что акцентировать внимание я пытался ник на некоторые вещи акцентировать внимание в эсхэме но ни хрена не получилось все зависит от того какую я игру хочу поставить да от меня требовали как бы в руководстве клуба чтобы я поставил игру в пас владения мечом чемпионшип и помните руководство так гарантия занятости пока что 50 процентов где вы посмотреть разногласия трансфер на активность просмотра взор так нет это все не то домашняя страница мой профиль профиль мой контракт информация контракте обещание вода приемлемая атмосфера это все что ли я же там не только это обещал формация контракте тоже не написано ну странно ну ладно странно для защитника опека маленькая всем привет привет саша отлично что решил постримить fm только чего в такое раннее время так удобней к чай защиту и физику тактику они в принципе понимают защиту вы имеете ввиду вот здесь защиту или в тренировках защиты и физику смотрим так значит поставили сейчас мне нужен напорник какой ну хуга вот нет центральный полузащитник вот матюлевичу с но слабенький совсем пока что совсем слабенький поэтому наверное не стоит его туда выпускать получается только атакующих ставить запас то сканала бана у меня других все равно нет крайних защитников этого уровня все равно они лучшие у нас составе сейчас стоят матюлевичу знаю уж джек пейн таргет мэн же да они теневые нападающие вот таргет мэн у нас санаго таргет мэн атакующий полузащитник вот это я выдал конечно качунга ну я не знаю похоже что только вот так выстроить игру для каждой роли подсвечивается так я знаю что подсвечивается так вот опека отбор выбор позиции интуиция а также здесь под как бы игра сама тебе подсказывает какая у него роли обязанность лучше из исходя из этих цифр вот фланговый защитник он у нас является фланговым защитником ускорение 16 на обороне оборонка то дырявая будет конечно с ним у смита вот тоже у него опека отбор получше зато ускорение хуже выносливый зато уж как-то так попробуй санаго так ладно построение команды говорите жесткое но допустим ну-ка с гибким то они получше смотрятся остановку уверенно прессинг уверенно опека бромби считает что команда достаточно хорошо знакома с выбранной нами тактика и будет полезно продолжить работу в этом направлении со стандартным настроем ну ладно так еще одна схема с тремя атакующими полузащитниками конечно другой состав нужен абсолютно абсолютно другой состав нужен так ну ладно тут у нас подсказки кстати говоря я рекомендую использовать расстановку 4123 широко в предстоящем матче против бармсли сделано я вообще-то другую другую тактику использую или нет а хотя нет эту именно до получается жесткое построение вообще вот эти вот подсказки ими стоит пользоваться функции поддержки раз-два-три-четыре куда еще то достаточно хороший состав для 20 место в чемпионшип она не подсказывает какая лучше подсказывает на какой позиции он лучше умеет играть ну так это не одно и то же разве допустим принять решение самообладание важно для каждой позиции но не у всех она подсвечивается можно купить морозов из динамо перспективный игрок то есть какую позицию он лучше понимает чат потом в сериях чтобы люди понимали на что я вообще отвечаю на что я реагирую поэтому на экране будет ребят уж извините так ну в общем наверное пока все можно конечно инструкции поставить какие-нибудь здесь вот опять вообще удержанием чада обещали игры если поставлю держать мяч то понимание снижается или увеличивается я вот не вижу не понимаю я не знаю просто опять сейчас ничего не будет получаться опять нахрен уволит но если уволит меня и отсюда то все уже тогда то реально тогда все я закончу карьеру на бьюли на купи да не куплю я их некоторые подсказки полезные есть но далеко не все на какой он будет играть решать тебе так это понятно понятно я вот и выстроил их чтобы им было удобно но лучшим нашим игрокам составе скажем так лучшим игрокам составе допустим вот уэлс нападающие наш самообладание говорите где она вообще вот 13 12 самообладание решительность но неплохо принципе ускорение 18 него но ему явно нужно за спины забегать и отдавать ему на ход так-то по идее смогут ли это организовать наши ребята мой лоли лопара и все остальные не знаю честно скажу не знаю стандартный настрой это да это сейчас займемся капитаны настроены исполнитель стандартов значит сначала угловые угловые у нас как раз у крайнего защитника лучше у нас левша значит с правой половины пусть подает он а джапон в запасе так что его стоит вставить не надо вот мой тогда пусть подает у него обе ноги ничего себе окей значит штрафные так а джапон только правая ну допустим вот так по 2 исполнитель надо ставить всегда мало ли что штрафные у палмера ничего себе 16 он у нас даже не в составе даже не в запасе опять-таки мой 14 но пусть будет палмер вторым исполнителем ауты 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 кристофер шиндлер пол защитник да значит ты нас слева выбрасываешь вообще можно правом защитник с но у него совсем что-то плохо 9 всего лишь поставить направо ну скажем так окей а можно мне кстати поставить это вот нашу схему загрузить допустим стандарта 1 да она же осталась она левый загрузить стандарта 1 осталось но она у меня не очень работала эта схема в вест хэме если честно ну по крайней мере хоть что-то осталось оттуда нападающий у нас невысокий и может быть ему не нужно не стоит отходить назад планшет виснет так мы матчей не дождусь буду ждать видео на youtube привет с верхней солны помню был мне нападающий сам обладанием 5 выходил один на один и всегда мазал удобно не значит хорошо не подстраивайся под помощников они всегда на свои сильные стороны ориентируются понятно так ну здесь конечно к этому спутаница на самом деле давай-ка мы по умолчанию оставим получается один нападающий у нас остается впереди и контратаки так себе будут то есть их вообще не будет пусть пока по умолчанию реально тут может не надо ничего менять штрафные ауты пенальти о пенальти не настроил что у нас тут по пенальти и самообладание муй смотри снова значит лоли дальше идет потом уэлс и все кстати в основе дальше джек пейн запасной пятый исполнитель пусть будет ну-ка окей мне говорили кстати про инструкции то есть иногда можно поставить по умолчанию как бы сразу чтобы потом каждый раз не менять и это будет работать ну-ка чатик поможет помогите ко мне в этом мне кажется что здесь как раз таки ваша помощь мне пригодится то есть можно он плотно пеку центральному защитнику поставить какие у вас идеи какие у вас идеи работали поделитесь было бы очень очень неплохо узнать как у вас это все работает что у меня вот именно с инструкциями по сопернику вечно были проблемы даже те времена когда у меня что-то получалось в менеджере реально были времена что ну за зенит закубань там кое-что получалось но все равно именно опеку и все остальное я ставил только ориентируясь на подсказки помощников и все что-то чат работает нет вообще нападающий что нападающий не ну понятно нападающего крылья этого центрального нападающего так чатик 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 молчит что-то может твич лагает не знаю 140 людей на стриме никто нападающая пеку вот на пека всегда вот так есть еще конечно вот допустим этот нападающий или вот этот нападающий поэтому на них можно нажимать и выбирать на хуже что нет нападающий центральный здесь просто слева справа и тоже можно поставить опеку я не играл в fm не могу вообще советовать но это понятно я именно спрашиваю тех кто играл кто разбирается привет ребят привет кто только приходит на канал подписывайтесь на youtube подписывайтесь везде подписывайтесь на твич подписывайтесь был защитником жесткий прессинг всем вообще тут же их куча весь опорники есть центральные полузащитники есть атакующий я уже говорил надо быть клопом жесткий отбор физуха чтобы весь матч бегали на полном темпе и защита четко и в нападении как-нибудь справиться ну так я моя это клоп у него получается у меня может не получиться ладно будем от соперника отталкиваться все-таки да и не уорд вот меча 13 а если я буду играть вот тупо по умолчанию то есть но не буду им какие-нибудь задачи ставить вот как сейчас будем тупо играть ну вот защиту тренировать сейчас тренировки еще поставим что у нас тут значит календарь матч в неделю потом будет два матча с остановила из брендфордом барнсли направление сбалансированное говорят тренировать физи физуху как у меня вообще с физухой то у парней из форма кондиции вон улёва 84 процента лапара тоже подустал готовность у всех хорошая в принципе так что успеют они отдохнуть я не знаю зачем физуху сейчас тренировать физуха и так в порядке у них ну судя вот по этим показателям посмотрим конечно что будет там потом еще информация по составу вот настроение у них так себе вот настроение допустим у опорника у пауревича очень плохое но я его в основу поставил и оно должно улучшиться вообще я всех в основу поставил тех у кого плохое настроение как я вижу да тех у кого хорошая не запасе остались что за дичь и отворена скажите вы мне ну посмотрим как это все заиграет вообще из желательно инструкции по сопернику перед каждым матчем подбирать под определенного соперника ну вот я так и делал раньше всегда нападающая пека игроки креативного плана жесткий отбор и слабую ногу ставить жесткий прессинг для лидеров до перед матчем делать так я согласен что перед матчем делать надо это все просто мне прям на ютюбе в комментариях строчили о том что всегда ставьте по по умолчанию там вот эти вот указания под соперника и чтобы не каждый раз не менять но зачем зачем так делать не знаю я 4 2 3 1 узко ну вот тут совсем другие игроки нужны для такой вот схему так что наверное нет для пяти защитников у меня нет такого количества защитников квалифицированных опять таки у меня упор именно на полузащиту нас очень много полузащитников атакующих так что можно и вот в центр кого-то выдвинуть сюда еще играть так другой схемой ну ладно будем это наигрывать будем наигрывать эту что за дичь ты творишь чтобы они бегали весь матч на полном темпе из этого они должны выиграть но у меня получалось кого купишь давайте с этим составом попробуем чего-нибудь добиться про покупки я уж не говорю ну ладно тренировки я же хотел поставить на физ форму я не буду ставить все таки давай навыки защиты как мне говорили будем тренировать именно защита защитой с newcastle там матч я моя с newcastle ну хорошо добавить как трансферную цель ну вот сейчас можно уже смотреть кто нам нужен а кто нет нападающие мне с импровизация решительность самообладания свободный художник но он слева лучше играет достаточно настойчивый правая нога да нафиг она нужна нафиг он нужен точнее нафиг нужна его правая нога опорник марни оборонительный центральный защитник так секунду ребят они все нормально все нормально продолжаем да мы находимся в зоне вылета находимся ребят на 23 месте я же сказал сразу что у нас тут задача не очень такая простая с другой стороны любая победа нас уже будет поднимать всего 46 туров то есть осталось всего лишь играть 16 матчей и после этого уже все решится доверие руководства 50 процентов 50 ладно я хотел да я же хотел деятельность скаутов новое задание перспективный игрок позиция опорный любая роль давай допустим опорный проинформировать возраст 15 21 давайте до 23 текущей способности давать хотя бы две с половиной звезды потенциальные хотя бы четыре звезды приоритет нормальный диапазон работы страна регион говорят ставить восточную европу посмотрим сейчас все пусть ищет пусть ищет ладно далее наконец-то играет схему челси 3-4-3 расплод защитников много для схемы 3-4-3 нужны опять-таки центральные защитники хорошие посмотри кого-нибудь на свободном трансфере у нас февраль же уже поздно у нас конец февраля по-моему уже нет свободных агентов так адресфилд юниоры проиграли честерфилду бывает предматчивает анализ барнсли играет они 442 местонахождение центр штрафной пас обычный правый фланг время забивает окей так пресс-конференция да совпадают у нас амбиции с президентом клуба да говоря про вашу предыдущую работу надо отметить что вы были отправлены в отставку из клуба вестхэм сейчас согласны с этим решением да я понимаю все вы провели без работы довольно короткий период времени я рад что не нахожусь в подвешенном состоянии скажите честно это не совсем тот уровень на который вы рассчитываете так я очень рад тому что присоединился сюда здесь игры короче тренирую свои методы так нет смысла загонять команду в тактические рамки я готов к экспериментам неудачный начала заставить вас изменить команд какие хитрые журналюги об этом мы узнаем я не хочу чтобы кто-то тешил себя надеждой что все очень быстро наладится нам предстоит проделать огромный объем работы со стороны четко видно что это команда игры может играть лучше вот так отвечу так у нас кабинет ассистента менеджера керс лаки левингтон гипс вакансии тренера юниор до 18 тренер скаутов набрать физиотерапевта почему у нас никого нет всех уволили что ли персонал тренерская лицензия континентальной лицензии си ну c точнее жесть этим 7 я должен заниматься а можно как-нибудь да серьезно я буду предлагать ему все можно самим как-нибудь решать это все дело я же вроде бы в начале карьеры настройки делал чтобы не я за это отвечал потому что ну вот уж совсем перебор давайте там сами разбирайтесь физиотерапевта у нас нет это конечно жесть зарплата большая слишком вот так лейтон ориен заплатит 60 тысяч в качестве компенсации понятно 30 процентов увеличения зарплаты это контракт который я хотел бы много хочешь петр веб персонал зайди и настрой персонал обязанности нанимают увольняют начальника так директор по работе главный скаут ассистентов менеджера спортивный директор тренерский персонал кроме тренеров спортивный директор игроки вот так спортивный директор окей это я приобретение для первой команды я предложение предложение игроков решает контракт таких игроков продлены молодых игроков будут продлены вот это не я буду с молодыми не я буду работать сообщает новости в игроках руководить тренировками молодежной команды точно не я должен вот тони карс пусть руководит молодым игрокам тоже тони карс а там еще есть руководитель по работе с молодежью вон она что руководит предматчевой подготовкой фрэнки бан тони карс что мне нужно еще выключить здесь подбор персонала наверное полностью начальник команды пусть это делает я не знаю директор директора по работе с молодежью пусть это делает спортивный директор главный скаут ладно тоже стюарт вебер тренерский персонал ну тоже блин вот все на спортивного директора повешу данной тебе будет серия ну там будет все вырезано многое вырезано потому что я тут видите очень долго все я также когда и серии записываю ребят очень долго сижу что-то вдупляю там все но нихрена не получилось войсками вот что обидно очень много времени тратил тратится на футбол менеджер как вы понимаете очень много поэтому я очень долго думал продолжать не продолжать но очень много комментариев было в пользу продолжения скажем так ладно подтверждаем фу жесть все можно там самим разобраться не отвлекайте меня от моей нормальной работы тренерской значит барнсли барнс барнсли у нас на 16 месте в чемпионшипе то есть по идее они фавориты во встрече с нами рад дальновидности клуба подготовка к матчу кстати 4 2 3 1 узко они понимают лучше чем 4 1 4 1 джек пейн травмирован 5 6 недель растяжение мышц живота правила финансового фаерплей окей возьми себе русского ассистента и ходи с ним из клуба в клуб а зарплату будет получать за все что отдал ладно я еще обещал руководству клуба развивать молодых игроков помните надо им поставить индивидуальные тренировки будет потом индивидуальные тренировки исключить игроков игрок white head играет недостаточно хорошо не заслуживает место у вэллс на санаго давайте я сам разберусь опасения за здоровье игрока рекомендации по трансферам игрок не отрабатывает свою зарплату станкович и паулевич погодите вы дайте они сыграют там уже посмотрим на свои первые игры адрес филд продолжает разочаровывать у откинса опасаются 26-летний полузащитников 11 мячей забил 4 голевые передачи отдал мэрли у откинс запомнили так несомненно болельщики команды хадрес филд будут ждать только победы порой тактика и планы на игру уходит на второй план личная наслаждаясь ажиотажем факт что многие менеджеры порой ломаются из растущего на них давление да я только пришел в клуб ну пол хэйкин ботом тренер у них такого профессионалы нет я не готов обсуждать этот вопрос 1-0 то есть хадрес филд выиграл в первом матче да я не делаю футбольные прогнозы джек пэйн любой команде было бы не просто без столь важного игрока так и считаю что потеря джек является ключевым игроком я не помню этого уже парни только погоди пэйн у нас в основе нет пэйн у нас в запасе был шестым запасным она как так ну можно его поддержать до любой команде было бы не просто без столь важного игрока но мы постараемся сыграть без него на максиме своих возможностей джек фантастический игрок ну вот так наверное на спокойно отвечу джек пэйн без комментариев увидите все сами на самом деле там надо поставить кого-то в запас вместо него является ли моральный настрой главенствующим фактором в плане подготовки к предстоящему матчу у вас очень сильная команда наверное важно чтобы игроки обрели уверенность так у нас есть все необходимые данные чтобы прибавить в игре думаю что команде нужно только поверить собственные силы ну как то так саня я увидев твое прохождение решил начать карьеру в fm скачал игру начал играть ничего не понял удалил игру арина команду время матчей подбадривая сейчас погодите надо еще кое-что там мне на экране матча дополнительные окна пооткрывать чтобы софия коннор пресс-эташе у нас чтобы было удобнее я там посмотрел просто некоторых других ребят они прям у них все в окошках там на поле я просто смотрел матч в этом тоже моя ошибка мне кажется было и да я никогда не обращался команде сбровки да не хвалил не подбадривал не критиковал и так далее надо этим тоже заниматься это работает временами напиши пожалуйста дополнительный комментарий кстати я ни разу этого не делал надо будет как-нибудь попробовать давление на тренеров так свете заявленная менеджер команды эрнест файбер интерес в подписании джессона дэвидсон 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 у нас не в основе дэвидсон где он вообще у нас он что ли во второй команде ну я не знаю ничего не исключаю я не готов комментировать это сейчас все какой смысл я даже не знаю этого игрока почему мое длинное сообщение не высветилось в чате наверное пролетела просто мимо про трансферы или просто чат немножко заглючил бывает бёртон блэкборн так говорим о трансферах да ничего не сказал я сказал без комментариев вы чё вы чё так ну что барнсли 17 место уже чуть-чуть опустились но там видимо кто-то сыграл пораньше из-за этого превью встреч юниор до 18 хаддерсфилд сыграли 2-2 давайте уже матч хочется хочется матч я в последнее время много смотрел карьеры если команда проигрывает в первом тайме то стоит обращаться с игроками жестко кричать на них 442 да у них схема воткинс левый полузащитник значит он да лучше бомбардир помните да его нужно обязательно закрыть обязательно закрыть так готовность вот плохая у лоли у ла пара то есть у крайних полузащитников атакующих так себе готовность конечно другие ребята у нас информация по составу так погоди отсчеты у нас есть допустим тот же самый сканал направо его можно выпустить тогда в этом матче конкретно есть также у нас тут палмер как раз с хорошими стандартами вместо лоли но погоди а он ничего не хочет он именно в центре должен играть судя по всему слева он никогда домой а мой слева не может играть блин а тот не готов парень у нас лоли ладно возвращаю лоли поддержки но палмера нужно в запас вместо пейна тогда поставить на всякий случай качунга отходящего барона нападающий интересно тоже его выпустить будет ладно статистики статистика кондиции обеих команд остальное не так важный да чаще говори с командой также в перерыве ругаю кого оценка не 6 5 но не агрессивно спокойно выразить недовольство выше моего сообщения про трансферы по мотивации игроков чё-то там слушай нету твоего сообщения ты видать его не отправил либо твич что-то там заблокировал не знаю игрокам номера поменять да зачем в итоге у нас в составе 2 до ну всего 5 как бы заявки арендованных игроков санаго тоже арендован да нет вроде и не да тоже арендован то есть я его вот заявку не могу 6 арендованного включить вот чем проблема еще есть кстати хэри бан вот его вместо лоли можно тогда он будет инсайдом вот чем проблема она инсайда мы не рассчитывали ну-ка если я поменяю ему роль что-то изменится понимание да нет понимание не изменяется ширина свободно бан а бан к формации по составу но у бана готовность хорошая как раз таки а вот этим нужно их нужно привести в порядок именно физ подготовку тогда все-таки чуть-чуть прокачать нужно будет короче этот запутался но вроде бы все вроде бы все готово к матчу давайте начинать так естественно будет транслироваться телевидением без этого утвердить состав переходим к матчу и старт в новой команде не знаю не знаю что из этого получится впервые как-то так даже никакие задачи не ставил особо игрокам прям по умолчанию схемы играем беречь от экрана не видно господи ладно ладно уберу беру если вам так удобнее будет барнсли да мы не фавориты естественно как же низко как же низко хаддерсфилд как же низко первый матч не хочу я говорить о себе давно не забивает он может забить лапара вообще в заявку не попал блин а я хотел в запасе оставить отдых получил если не идет тактику не меняет только хуже будет да 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 я уж постараюсь поваревич я уверен что сейчас просто есть такое чувство у меня инструкции по сопернику допустим ну-ка какой на тренер вратарей мне дает советы тони карс тактические знания 2 оценка способности игрока 5 но на самом деле мне кажется тут нужно кстати вот кинста у них смотри где играет вторым нападающим я думал он на левом фланге будет играть но нет опека его всегда прессинг так отбор против него жесткий казать слабую ногу мне не надо ничего указывать вот здесь ребят давайте вот вот теперь я точно жду ваших советов по именно инструкциям по сопернику потому что мои тренеры это что-то с чем-то ну хотя вот смотри фрэнки бан погоди а ты не родственник нашего игрока бана вот смотри 16 17 у него вот это вот это вот уже получше а он не дает вообще советов да не меняй тактику при неудачах не буду не буду пусть будем некоторые такие маленькие изменения стараться делать и все ну что ребятки брэдшо опекать окей инструкции 12 10 норм уже дает слушай их davam плотную опеку жесткий отбор слабую ногу крайним полудачим жесткий отбор слова ногу так на помплотную опеку жесткий отбор слабую ногу давайте попробуем кранем жесткий отбор и слабую ногу хэмил и кент допустим подпиши помощника себе с хорошими тактическими знаниями и бери его в помощь так его еще найти надо такого и заманить в Хаддерсфилд крайних полузащитников ломать по ходу матча сделай инструкции по ходу матча так допустим значит ключевые моменты давай расширенные будем смотреть а не ключевые моменты потому что ключевые моменты это слишком мало не всегда понимаешь как вообще игра проходит к разговору с командой значит ну давай просто удачи пожелать или как я хочу чтобы вы победили сегодня и прервали нашу неудачную серию никто ничего никак не отреагировал на мои слова как это вообще начинаем матч ладно и вот теперь ребят теперь ребят я вас попрошу сказать громко или тихо вот сейчас трибуны как вообще громко тихо потише сделать погромче сделай пишите пишите я пока на паузу поставлю кого тренируем хадерсфилд аутсайдеров чемпионшипа да и когда замену соперника меня инструкции по новым игрокам да вот это я все время забывал делать все время забывал это делать ну что ребятки как там со звуком все в порядке потише потише немного чуть потише громко тише понял громко 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 каждому игроку говоришь ты веришь в него перед матчем надо меньше звук ну сделал потише сейчас сейчас погнали а так так получше так должно быть получше так перехват смотрите муй так через пасик сканал уэлс первая наша атака и первая потеря мяча уже может быть так погоди я же хотел тут кое-что себе кое-что себе поставить допустим не-не-не-не-не не-не-не-не не-не-не-не-не тактика обзор тоже не-не-не-не-не статистика оценки игроков анализ команды а как вот маленькие панельки себе сделать чтобы они были прямо здесь на экране я просто видел у других так они делают а вот наверное да фокус атак допустим да вот статистика матча обзор матча информация о матче зоны действия фокус атак так радар интересно Барнсли оценки кондиции адрес филд расстановка можно вот полить короче расстановку соперника что там матч последние события реакция ага ну закрывать это все будет да на поле будет все это закрывать но иногда можно включать так что еще тут есть у нас турнирная таблица последние результаты эффективность оценка выступления в общем много тут всего можно будет смотреть в нижнем правом квадрате еще тише отлично все отличный звук чуть потише пойдет ну давайте еще чуть-чуть еще буквально на 1 децибел сделал потише ладно поехали все-таки наша команда атакует бан муй уэлс опа первый удар за нами неплохо неплохо так у нас там стоит расширенный да уэлс офсайт ай-яй-яй потеря ну собственно нет я думал гол можно перетащить в удобное место дрова Саня дрова в смысле дрова здорово может быть ну привет привет о ошибочки пошли так ну-ка остановка это да спокойно все выглядят у нас вроде как нормально играет ну-ка каждый раз перетаскивать вот в чем проблема ну пусть будет здесь мимо ворот что там по статистике пока равная статистика у нас атаки быстрые пропускаем пока что и все а вэлс постоянно в офсайде его пытаются вывести это уже меня радует то есть длинными передачами понятно и вэлса и вэлса ломают ну естественно ну естественно я даже не сомневался что вот начнется сейчас опять пусть выходит качунга он у нас нападающий отходящий в оборону как-нибудь пусть справляется с задачами мне кажется сейчас у нас атака из-за этого стремительно зайдет на нет можно сворачивать кстати здесь да можно сворачивать ну вот они забрасывают вперед как бы сейчас наш травмированный центральный нападающий ничего поделать не может так как ну с травмой играет не хватает ему движения бан издалека пробил нет это не новый сейф это старый сейф да он может играть с повреждением я не хочу чтобы он играл ох сейчас со стандарта какого-нибудь нам в колотер я чувствую да у нас контратак нет вроде бы отбираем меч а зацепиться не можем дальний выстрел ну ворд пока на месте запястье это хрен пусть лечится короче уже заменил все поздно так аут смит сканал ой 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 и вот а вы говорите пусть играет качунга вышел и забил почему-то смотрите где он оказался чуть глубже чуть глубже да чем находился наш главный нападающий он как раз вот отошел чуть-чуть по оборону хотя у нас был мяч бред я несу сейчас в общем ладно забил в одно касание молодец молодец вот 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 так значит замена сработала это просто проинтуичил сейчас говорите у кого оценками ниже 6 и 5 ругать да но тут у всех выше так что ругать некого пока мы играем хорошо нам нельзя расслабляться я в восторге у всех зеленая реакция хорошо великолепно у качунги тоже так а теперь смотрим соперника они что-нибудь изменили здесь пока что нет пока что нет так что играем так же что наша тактика настроение у всех улучшилось как там по кондициям мой у нас устает 76 процентов и лёва крис тоже ты тащи просто тащи но еще поставь темп на максимум весь матч и прессинг не они не готовы к этому моя команда к этому не готова спасибо большое за первый донат на сегодня аджа понк но он правый защитник крэнни в центр может выйти вместо а это защитник тоже ё-моё вот лапара может выйти в центр а говорите мне заявки это видимо вне стартового состава имелось ввиду перед матчем интервью помните лоли здесь вместо муя может выйти я так посмотрел смотрю просто кого еще можно будет выпустить потом на минуте 70 и палмер скажи что недоволен две версии своей тактики сделай оборонительную против сильных команд атакующие против слабых атакующие вот сейчас у нас стоит инструкции почему игнорируешь не меняй никого все хорошо я не буду никого менять я просто смотрю инструкции так они нормально играют я пока ничего не хочу вот смотрите статистика матча статистика матча о о у нас больше ударов в гостях играем между прочим правда всего лишь на два а по ударам створ вообще равенство но тем не менее тем не менее нужно следить за соперником сейчас если что перестраиваться ну реагировать на их там замены и все остальное фух начинаем второй тайм начинаем второй тайм так стоп хадерсфилд так барнсли расстановка вот вот что мне нужно смотреть на именно их построение если будет меняться будем реагировать так мой вайфет пауревич разыгрывают неплохо вот эта тройка полузащитников прям радует меня так смит с кнл не зря их выпустил да более свежих игроков мой качунга а смотри качунга это неплохо сейчас друг другу помешали там неразбериха была какая-то ладно бывает владение мечом за нами кстати говоря ворд на качунгу тут как может цепляется в принципе так у них пока замен вроде нет как я вижу заброс ой фланг провалили ой 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 опять такие же голы пропускают да как и как и в Вестхэме тоже прям в упор забивают прям в упор вот ставил я опеку этому нападающему а толку то все равно упустили офсайда не было кстати там странный гол немного но если по мячу наверное не было все-таки так угловой мой подача что контратака нет смит на подборе прострел качунга дубль качунга дубль что творит Элиас качунга шестой мяч в сезоне что за а я в него не верил так этот парень заслуживает того чтобы в следующем матче выйти в основе плюс там травма еще смотри качунга да делает дубль прострелы руля ты так и играй ничего себе качунгу опекают два забил он так угловой у наших ворот спокойно риера да ё-моё прямо прямо из вратарской забивают опять и откинс все-таки забил ты смотри очередной его гол качунга качунга бог да качунга это молодец а вот защитники вообще не тащит ой-ой-ой еще момент у наших ворот молодец вратарь рано пока делать замены замены так погоди-ка соперник райан кент у них ушел кстати койл защитник правый вышел да и янко 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 я проварганил эту замену окей водкинс брод шоу янко тоже надо указать слабую ногу принять изменения сканал или сканал снова по флангу на качунгу играть на качунгу надо играть ребята общение с командой проведи на поле где это где это где это где это сейчас потом видимо штрафной общение с командой сделать замечание сбровки что тут можно сказать успокойтесь можно сказать креатив можно сказать сконцентрируйтесь один матч ничего не решает главное чтобы стабильно играл так общение с командой ну и и че им сказать вроде бы в атаке хорошо играют защите плохо ну то есть че тут сказать сконцентрируйтесь больше желания снять давление сосредоточиться надавить постараться давайте постараться штрафной неточный что там по статистике кстати не-не-не-не статистика матча ну Барнсли то прибавляет уже у них больше ударов на правах хозяев как раз Whitehead Муй кто там больше всех у нас устал Качунга Качунга откройся хорош Качунга забивай третий ух мог быть хитрик так замены нужны Муй лидер нашей команды через него все атаки строятся я не знаю его менять наверное не стоит сейчас но он больше всех устал черт постараться надавить глубже оборону поставь к следующему матчу посмотрим это вот как показала практика с Вестхэмом не всегда помогает так Лева давай навес Качунга на подборе ничего себе он навешивал на дальнюю штангу контратаку контратаку избежать хорошо Шиндлер Пауревич что там желтая карточка нет нету Качунга еще и стандарты настал исполнять что это вайтхед бан Качунга откройся молодец и передачу разрезающая на вайтхеда почему ты почему ты так тупо ударил что творит Качунга так все таки пора все таки пора допустим Лоли а он на фланг может выйти только да можно фланги обновить как раз Лопару и Лоли выпустить Лопара идет сюда Лоли идет сюда ты у нас естественно крайний полузащитник поддержка фланги обновим может это поможет как раз замены в Хаддерсфилде все три замены сделали последние минуты давайте на свежести на свежести на свежести нужно затащить сейчас давай общение с командой агрессивно уверенно страстно давайте ну-ка надавить принять изменения пошли вперед а нет 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 контратаку пропускаем Хэмил только без пенальти о боже опять опять то же самое и опять Воткинс да нет сейди Янку какой-то и опять из вратарской нам заколачивают в Хаддерсфилде лучше чем в Вестхэме да нет не лучше мы проигрываем ребят так что что радоваться проиграли походу опять жесть просто жесть вот поэтому я и не особо люблю футбол менеджер вот за такое вроде делаешь все что можешь а все равно протираешь давай Качунга на тебя весь расчет нет подкат лапара хороший прострел муй ну и не залетает привет санерко может быть углового че такое че я там нажал случайно на че-то нажал на по-моему на рекламный этот щиток что-то нужно делать защитой да вообще это с Вестхэмом такая же фигня была с Вестхэмом такая же фигня была именно из-за этого и проигрывали тоже из вратарской заколачивали постоянно тоже защитники выпускали за спину да проиграли в гостях все-таки вели в счете Качунга ну провалилась оборона у Барнсли Качунга да что ж такое то Дэвис а удар то хороший был Качунга ну что ну что как донат отправить объясни сами ну монетку нажимаешь там все разберешься уже прям под трансляцией на монетку нажми мда называется обновил фланг освежил и что толку вообще никакого толку проиграли сейчас еще смита удалят да да с обороной надо что-то делать ну займемся этим займемся инструкции нужно ставить по твоей тактике и скорректировать иногда исходя от соперников в течение матча менять их уже от результатов и действий игроков на поле инструкции нужно ставить по твоей тактике и корректировать иногда исходя от соперника цз одному оборону ставишь другому блокировка или подстраховка мне помогает фан челси обычно если ставишь блокировку нужно второму ставить подстраховку вроде как они выложились на полную ну как сказать ну по игре то были на равных реально но все равно проиграли не повезло нам успокоились достаточно уверенно короче да качунга 2 забил мог ведь 3 забить мог даже при удачном стечении обстоятельств вообще покер оформить качунга да агрессивность 16 у него выносливость ускорение 14 скорость 17 неплохой нападающий как бы сказал бубнов дилетант и пробует тасовать линию защиты и фланги зря обновил уставших заменить лучшее решение так себе такая себе игра если у вас нету дома пожары вам не страшны если у вас нету клуба увольнения ладно послематчевый анализ да мы остаемся на 23 месте к сожалению к сожалению Продолжение следует...